Здравствуйте, меня зовут Юрий Ильиних, я главный редактор телеканала Планета ТВ, который знаком зрителям прежде всего города Горноалтайска. Сегодня мы записываем очередной выпуск программы «Гость в студии», но сегодняшний наш выпуск, он необычный. Традиционно эта программа записывается предварительно, а потом идет в записи. А сегодня параллельно с записью мы впервые проводим прямую трансляцию, которую могут видеть зрители сети интернет на некоторых, нескольких ресурсах. Прежде всего, это наш медиапортал регион04.онлайн. И наши группы в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Группы называются «Планета сервис». Найти нас достаточно легко и при этом. Еще одно дополнение, о котором я скажу чуть позже. О чем будет сегодняшняя программа и кто у нас сегодня в студии? Вы знаете, уважаемые зрители, чуть больше двух недель, а если быть абсолютно точным, то 16 января в нашей гостевой студии мы записывали передачу с участием, ну, не побоюсь этого слова, несмотря на то, что ребята достаточно молодые, это легендарные люди в республике Алтай. У нас в гостях были Мерген Тельденов и Эмиль Теркишев. Так вот, сегодня они пришли к нам вновь, но не одни, а с ними вместе у нас в студии Виталий Уин. Это заслуженный мастер спорта России и чемпион мира по борьбе с самбо. Дорогие друзья, я рад вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем мы приступим к теме основного нашего сегодняшнего разговора, тема эта возникла, вы знаете, после предыдущей записи мы долго с ребятами разговаривали, и оказывается, что у них столько идей, и в одну передачу это точно невозможно вместить, и мы договорились при первой возможности продолжить этот разговор в нашей студии. Сегодня мы будем это делать, но у нас есть традиция. Те, кто к нам попадают в студию впервые, мы просим немножко рассказать о себе. Поскольку Мерген и Эмиль у нас уже были, Виталий, просьба к вам. Ну, я начну с того, где я родился. Родился я в городе Гурман-Тайске в 87-м году, в 25-м июня. Родом я, ну, я алкалтайец, родом я из племени Тодош. Родители мои родом из Усканского района, село Ябаган, что мама, что отец. Вот. Как родился прямо здесь, и затем мы уехали сразу, можно сказать, в Усканский район, в это же село Ябаган с родителями. Затем у меня отец работал в милиции. Не помню уже на каких должностях, но, по крайней мере, по-моему, следователем. Потом его перевели в село Ускюмир, где он был следователем. И мы с мамой тоже туда уехали вместе. Затем мы переехали в Ускан, и потом, из течения обстоятельств, опять, в связи с переводом отца, мы обратно переехали в Ябаган, в село. Там мы прожили где-то, мне исполнилось, 5 лет, мы переехали в город Гурман-Тайск. В связи с тем, что ябаганский климат как-то не пошел, как бы, по вреду в этом плане. Как-то я себя плохо чувствовал почему-то. Там просто, как бы, влажность понижена, чем в городе Гурман-Тайске. И вот, переехав сюда, в 2004 году я пошел в школу, в 4-ю, школу номер 4. Проучился один класс, первый класс закончил, и перевелся в 8-ю школу, где я учился до 9-го класса, и закончил 9-й класс, и поступил в Гурман-Тайский педагогический колледж. В связи с чем я туда поступил, именно на отделение, на физкультурное отделение, в связи с тем, что в 8-м классе я начал заниматься борьбой с самбо. А до этого не занимались? До этого вообще не занимался. Нет, я в школе только в 8-м классе только начал, просто пришел, это мне было 14 лет. 14 лет это уже как бы, ну... Это поздно? Да, поздно, я про это и говорю. То есть, уникальная история. Человек начинает заниматься борьбой в 14 лет и становится чемпионом мира. Ну, классно. Ну, я тогда не знал, что я чемпионом мира стану. Просто я пошел туда в 14 лет. Знал бы раньше, пошел бы. Да-да-да-да. Вот, и пришел на секцию. Преддверие, расскажу преддверие историю такую маленькую. У меня в детстве, ну, я сильно очень болел, у меня был диагноз ДЦП, это детство церебральное паралитическое. Серьезная история, да. Третья группа, как бы, и смещение шейного позвонка седьмого. И мне вообще по всем медицинским показателям, или как сказать, запрещали заниматься спортом. Ну, естественно, и мама запрещала. Мама переживала, понятное дело. Да, как бы, я сейчас тоже поднимаю маму. И, а я тогда хотел заниматься, как бы, ну, меня тянуло этот спортзал не для того, чтобы там стать чемпионом мира, а тянул вопрос общения, и на самом деле там друзья-товарищи, и у них по-другому как-то, как дружба, у них совсем по-другому. Они не пьют, не курят. А, тем более, в те времена, в 90-е, у нас везде на улицах, ну, так и было, молодежь пила. Времена были непростые, да. Самый как раз лет, мне было 14 лет, и это мои ровесники, они все пили, курили. И, ну, меня воспитывали, чтобы не курил, не пил родители. Ну, это правильно, я благодарен им. И вот, как бы, меня в основном подтянула вот дружба вот таких, как есть спортсменов, которые здравомышлящие, не пьют, не курят, не ведут здорово ближе к жизни. И вот, и был такой момент, что однажды пришла мама на тренировку, когда узнала, я в тихушку ходил на тренировку, тренировался. И мама узнала, что я там, и пришла, и очень сильно ругались с моим тренером. Ну, как, мама ругала, мои тренировки ничего не говорили. Мы молча, понимали, как бы, и маму понимали, и меня понимали. Ну, и потом, как бы, ну, все равно я потихоньку начал ходить туда, и так и ходил. То есть, мама не смогла вас препятствовать? Мама не смогла, к счастью. Да, да, да. И вот, но потом она смирилась, потому что я начал занимать какие-то определенные места, уже не городские, не такие, а республиканские, уже и начал выигрывать. И вот, когда мама сказала, ладно, смотри, что хочешь, что-то и делай. Главное, чтобы ты был здоровый и дальше не сломался. В каком возрасте первые серьезные победы пришли? А вот, в 15 лет, ну, через год, можно сказать, может, чуть больше. Даже я на первенстве Сибирска, федерального округа, занял третье место. Я домой приехал, как будто я, не знаю, какой-то миллион, миллион долларов. Ну, реально, у меня такие ощущения были неописуемы. Ну, вот с этого и началась, наверное, моя профессионально-спортивная карьера. И, как бы, был такой момент еще, когда мне даже поставили, можно сказать, ультиматум, а раньше ФТЭК или сейчас даже, по-моему, есть медкомиссия, вот это ФТЭК называется. И мне сказали, я все прошел, как бы, у меня руки тряслись, моторика у меня была нарушена, я шнурки не мог нормально завязать, постоянно завязывал, или мама завязывала мне, потому что кружку брал, рука тряслась всегда, и суп нес, и всегда пролил что-нибудь. И мне ФТЭК сказала, ты же, типа, занимаешься спортом, здоровых, ну, на самом деле, так она и была. Правильные вопросы они мне задали. Ты же из здоровых пацанов выигрываешь, как ты можешь сейчас на инвалидности, типа, просишься? Я говорю, я не прошусь, я прошу на ФТЭК. Они говорят, ну, типа, мы себе отказываем. А мама, ну, мать, есть мать, она сказала, ну, там, комиссия, ну, ребенок же больной, ну, на самом деле, он же не притворяется. Ему же в жизни же потом тяжело будет. Инвалидность для чего должна, ну, как бы, мама говорит, как она из соображений всего общества. Инвалидность, это дается людям тем, и социальная вот эта поддержка. Социальная защита определенная, да. Социальная защита, что, допустим, он не сможет, ну, допустим, физически или какой-то там где-то работать, потому что у него нарушена моторика, где-то, тут он где-то отстал. Ну, мама наставила, чтобы они мне дали. Я маме сказал, мама, не надо никакой мне это. Ну, потому что для меня показалось в то время, что я пришел, как будто туда проситься, чтобы мне дали эту социальную поддержку, что я там такой инвалид. И мне это так стало, что неприятно. И я маму говорил, что не надо, не нужна она мне. Значит, она и к лучшему. Ну, и мы отказались. Я сказал, кстати, еще было такое, мама, я говорю, зарабатывать буду больше всего. Так что не надо. И все, мы отказались. И буквально, можно сказать, после этого, в 16 лет я выполнил норматив мастера спорта России по самбо. Это очень ранний срок, возраст как бы. И потом через год я в 17 лет выполнил уже. Это я в 9 классе был мастером спорта уже. Потом поступил в педколледж, и на первом курсе, да, на первом курсе, по-моему, я выполнил норматив мастера спорта под зудой черный пояс. У меня под зудом был. Вот потом большой у меня старт был сборной России по молодежке, по молодежке, среди молодежной, это 18 лет. Я на чемпионате, на первом курсе России занял третье место в городе Пензи. Потом у меня был такой период, такой сложный, сложный. Я думаю, ну мастер спорта я по дзюдо есть, мастер спорта по самбо есть, призер России я есть. И просто травмы у меня уже, спина болела, колени, и на самом деле руки сильно болели после тренировки, после нагрузки, потому что, ну, прикиньте, тут моторика нарушена, тут тебе еще физику, физические нагрузки тебе. Ну, как-то, ну, так было, что постоянно все вот эти боли и вот эти нагрузки, и все, шептали, давай, все, хватит, завязывай, тебе-то все, хватит. Ну, два-три месяца я отдохнул, а этот спорт это же как наркотик, можно сказать. Это затягивает, да. Я только зажил и все, и побежал в спортзал опять, и опять затянуло, и все хорошо, и пошло-поехало, и потом закончил педколледж, вступил в ряды вооруженных сил, внутренних войск, ВВМВД в городе Екатеринбурге. Вот, и где я начал выступать еще и за спортивный клуб армии Уральского регионального командования, и сразу первый раз я занял на России, ну, такого уровня, второе место, где потом мне предложили в спортивный клуб официально вступить, ездить по соревнованиям, ну, как быть чисто спортсменом, спортсменом военным. И все, и я таки, я согласился, и спустя этого контракта я через год, наверное, да, через год я попал в сборную России, в мужскую сборную, когда первый раз я тоже выступил на чемпионате России, занял второе место, завоял путевку на чемпионат Европы в городе Милане, который был в Италии. Вот, там я неудачно выступил, ну, я сейчас так думаю, что это в связи с отсутствием опыта, так бы, ну, как говорится, хороший спортсмен никогда не говорит, что он проиграл, он говорит, что всегда засудили. Ну, я просто считаю, что, ну, это не отмазка, но просто, на самом деле, ну, это, может, так и было, но я считаю сейчас, что это мой просто был неопытный смен, вот. Был бы сейчас, допустим, сейчас взять и опыт, и туда внедрить в то время, в эту дату, я бы, может, и выиграл бы. Ну, я там неудачно выступил, занял там седьмое, восьмое место, потом я разочаровался, думал, все, ну, как обычно, рубить начал сразу, все, с горячки, все, завязываю, ухожу. Потом остыл, думал, посидел, опять месяц-два, потом думал, нет, надо доказать, я же дошел до этого, здесь достиг, надо международную медаль теперь надо завоевать. Ну, и получилось так, что я потом, следующий раз чемпионат России, я выиграл впервые, стал чемпионом России, и у меня уже цель была не Европа, а мир. Как, ну, раз уж путевку взял, давай, думаю, да. И, ну, понятно, что у всех профессиональных спортсменов, и на самом деле, никто об этом же не говорит, не ходит, а, ну, это так принято. Ну, сейчас я, как бы, уже, как бы, завершение завершаю свою карьеру, как бы, спортивную, и травмы, они всегда мешали, мешать будут, но спортсмены, и они, как бы, в этом плане, их воспитывает характер, они специальны свой характер, и у них уже на протяжении всей жизни, где-то, допустим, основания, старты, у них травмы есть, они терпят это все, и уже даже иногда не обращают внимания. Вот я вот, допустим, сейчас вот где-то в буту, где-то что-нибудь травмировал, ногу, руку, я сейчас примерно уже где-то, о, мне болит, она мне напоминает часто, потому что, как-то, а тогда у нас, ну, серьезные были травмы, а мы это не замечали, потому что у нас были цели какие-то определенные, и, ну, они мешали все равно, на самом деле, уже, у нас как-то сложнее уже было построить план какой-то, или тренировочную систему уже, как бы. Ну, вот, и, как бы, за месяц, за чемпионат мира я травмировался, коленочку, боковую связку надорвал, и месяц ничего не мог делать, на костыля ходил. Ну, естественно, я проехал, и очень плохо выступил. Я занял пятое-шестое место, за третье место проиграл. Ну, функциональное, как функциональное состояние мое спортивное подвело, потому что я не бегал, ничего. Вот, и тогда я думаю, ну, все, точно я завяжу со спортом, хватит, не мое, не идет. Опять дома три месяца побыл, остыл. Думаю, нет, надо все равно доказать. И с третьей попытки я выиграл Россию опять. Уже стал двукратным чемпионом России. И прям готовился, не знаю как, но на опыте уже был. Я уже на каждой тренировке, чем меньше времени оставалось, я старался чуть ли не закрываться, потихоньку кроссы бегать. Потому что кросс, бегать кроссы по местности, это самое такое благоприятное состояние для тебя. И никаких травм тебе может, ну, если ты, конечно, не попадешь под машину, но это тоже от тебя зависит. Ты можешь и побежать, и в столб врезаться. При желании можно. Ну, по крайней мере, в спортзале ты, когда борешься, там, у тебя сто процентов, можно сказать, ну, 50 на 50 можешь получить травму. И получилось так же за месяц я опять всего лишь взял последнюю, крайняя тренировка моя перед выездом уже как бы за месяц в Новогорск, в Олимпийскую деревню. Я думаю, ну, возьму маленького пацана, который там на 10 кг меня меньше, ну, так, повозюкаюсь, с ним поборюсь, пуш-пуш. Ну, и что, и как обычно, последние минуты, и такое движение сделал у меня, раз, что-то здесь закололо. Ну, ну, что-то кольнуло, ну, ничего страшного. Душ сходил, домой пришел, утром встаю, а она у меня это... Не проходит? Я дыхание, ну, дыхание долго сделаю, у меня колит, я не могу понять. Пошел на тренировку, начинаю разминаться просто, там, ну, элементы обычные, акробатические делаю, а она мне не дает боль. Ну, колит, и все. Я думаю, ну, что такое-то. Пришел к врачу, он мне говорит, у тебя, говорит, походу, это, ну, ребро сломал. Я, как, я вроде бы там чуть-чуть, там, движение-то, типа-ли. Давай снимок, снимок сделали, у тебя, говорит, междуребенный, хрящий, хрящий, кажется. Повредился. Ну, и что, ну, хоть, ладно, хоть бегать можно тогда. Думаю, ладно, месяц есть, поди заживет, а он мне говорит, нет, она три месяца минимум заживает. Я думаю, ну, е-мое, ну, что такое-то. Ну, непруха. Непруха, думаю, но все равно я тренировался, пытался даже боль через боль. И когда я приехал, а мы же, как бы, по весам же у нас, по весовым категориям, я на этот чемпионат мира скидывал очень много килограмм. Я за месяц скинул 12 килограмм. Ничего себе. Ну, это всегда так было у меня. Я там же еще не только чемпионат России и мира, там же Кубки мира и всякие Кубки России же. И вот я приехал в город Вильнюс в составе сборной России. Мы командой приехали. Там в три дня соревнования я в последний день выступал. И получилось так, у меня вес стал, килограмм никак не идет, и все. А сил у меня нету. Самый, когда вес гоняешь, это, ну, борьба. Тренировочная борьба, тренировочная борьба, вес больше скидывается. А я не могу бороться, у меня ребро. И мне лучше сохраниться один день, два лишних, чтобы она прижилась-то. И бегать не могу. Ну, пришлось бегать, а куда деваться. Побегал, вес, весовую категорию вошел, все. На следующий день вышел на ковер, размялся. Так слегка, думаю, лучше, как бы, не до размяться, чем переразмяться. И вот я первую схватку выиграл с Армении. Парень был молодой. Вторую схватку я с мексиканцем вышел, выиграл. Но я сразу быстро выиграл, потому что это травма, думаю, кто его знает. В третью схватку я вышел с представителем Монголии. Монголия в борьбе, она очень сильная. А он еще и призер импельских игр. Опытный человек. Очень опытный. Ну, у нас мы в кость в кость рубились, рубились. Но в конце, в итоге, я его выиграл, обыграл. Завел в финал я вышел с представителем Украины. Его я тоже, получается, быстро выиграл. И самое интересное, это я даже не забыл про свою травму. А тут то ли волнение, то ли чересчур настроился так, что даже не заметил. И на финал, тоже в финал вышел, боролись, все, я победил. И для меня это как бы было... До того мечтал так сильно, что аж он мне во сне постоянно снизился этот чемпионат мира. Но я никогда не почему-то во сне выигрывал, а наяву-то не выигрывал. А тут выигрываю, думаю, то ли во сне, то ли где. Как бы так получилось. И как-то, ну, состояние, ну, реально, на самом деле, это было... Ну, прикиньте, ты только к этому шел, через столько горечи и травм, и чего только не было вообще. И тут понимаешь, как бы, ты понимаешь это, что ты все сделал то, что ты хотел, и не осознаешь, как бы, то ли, ну, реально во сне, то ли что. Даже ходили с Сергеем Юрьевичем, моим тренером, как бы, друг друга щипали, ходили. Ну, реально, на самом деле, как бы, ну, реально, как бы, настолько ждали этого. И все, вот, как бы, после этого, ну, я только понял, через полгода, что я натворил для себя. Вот, как бы, ну, так вот спортивная моя карьера. Это в каком году было? Это было в 2011 году, в ноябре, ой, забыл, 4 ноября, по-моему, было. Сейчас продолжаете бороться? Сейчас я уже, как бы, уже все, под завершением своей спортивной карьеры, потому что, ну, я думаю, надо уже... Спорт немного дал, теперь надо для спорта что-то делать. Планы? Потому что планы, ну, сейчас я тренирую детей, набрал детей 5, 6, 7, 8, 9 лет, и, как бы, их тренируем. Еще группу набрал, группу здоровья взрослых, тоже тренирую, как бы, их. Вот, все, работаю. Семья. Семья. Семья, жена. Дети. Ребенок. Ребенку два месяца будет скоро. Первый апреля родился у меня. Самое интересное, что всем звоню, никто не верит. Первый апреля же. Шутка. А у меня жена рожала в городе Тимени. Как бы, был бы здесь, люди видели бы, знали бы, да? А тут, там никто не знает, что там, что происходит. Звоню брату, брат не верит. Звоню маму, а бабушка стала, не верит. Друзья звоню, не верят. Потом пришлось говорить, ну, как обычно в детстве у нас, чтобы те поверили, она говорит, клянусь мамой. Маме говорю, мама, клянусь мамой. Вот и все. Хотелось бы выразить благодарность нашему руководству региона, Александру Васильевичу Берникову, за поддержку, ну, как бы, не только именно в самбо, а вообще за спорт, что он продвигает. И, как бы, многим людям тоже, моим тренерам, моим родителям большое спасибо. Родственникам, друзьям, коллегам по спорту тоже, которые, эти же мальчишки, которые с кем мы росли, они же тоже соперничали со мной, и они же, я же, можно сказать, на них вырос. Можно даже сказать, что кто-то хотел на меня выиграть, кто-то, может, и выигрывал, и мне давал большой опыт, а кто-то проигрывал, тоже мне большой опыт давал. И вот им тоже большое спасибо. И, как бы, всем большое спасибо, и жителям тоже, которые тоже хожу, вот, допустим, по городу где-то там увидят тоже. Особенно после чемпионата мира многие поздравляли, говорили, даже кто-то видел, по бойцу, по спортканалу даже. И, как бы, приятно, что люди следят за спортом, все равно как-то это, тем более после 90-х. Сейчас это, на самом деле, сейчас активно, пропаганда спорта, здоровый образ жизни. Раньше такого не было. По крайней мере, в 90-х это было по-другому, да. Раньше пропаганда Мальбора была, там еще, там, всяких пивных, алкоголь, там, Сибирнов. А сейчас это все запрещено, это приятно, и спортзалы работают, все в штатном режиме, все хорошо, на самом деле, жить-то лучше стало и в плане спорта. Как бы, в спорте все из площадки открыты, заходить, они руйся, как бы. А раньше не было такого. Раньше со спортзала-то мы выходили, где я уже, когда взрослым, уже тренировался в 16 лет, в 6 тренировка, и, как обычно, я последний ухожу, и я такой фанат был. Я мог в 4 прийти с одной группы, потом еще в другой, а потом они еще уходят, а мы еще и в теннис там сидим, играем, там друг у меня есть, там тоже, ну, там несколько тоже было. Мы пока, не знаю, пока 11 часов не будет, не уйдем, пока идешь, я жил в Дубовой роще, в Дубовой роще. А там через куча всякие, это вообще ужас было. Постоянно бывало такое, что убегал, там и пьяный, и драки, и там, потому что, ну, было такое, и смертельные случаи были. И я потом нашел выход, я ходил через могилки. Самое тихое место, на самом деле, там было. И там, как говорится, есть поговорка, бойся живых, а не мертвых. И вот так и было. А куда-то я ходил, а мне нравилось. Вот так и вот получилось. Виталий, спасибо огромное за такой рассказ. И, знаете, вот то, о чем вы рассказали, это, во-первых, вызывает уважение. Человек прошел вот такой путь, очень достойно. А самое главное, что мне очень нравится, я люблю веселых людей. Спасибо вам огромное за такой подход к жизни. Спасибо. Что вы можете вот о таких сложных вещах говорить с улыбкой, вспоминать с улыбкой. Я обращаюсь к нашим зрителям. Мне кажется, вот такие вещи, такие качества в характере человека нужно ценить прежде всего. Поэтому искренняя благодарность и признание. Я хочу напомнить нашим зрителям, с чего у нас началось вот такое общение в студии с Мергилом и Эмилем. Прошу извините. Дело в том, я напоминаю, что с 15 января в республике Саха-Якутия идет впервые организованный межрегиональный конкурс этнической современной песни в жанре этнопоп, где нашу республику Алтай представляет как раз Мерген Тильденов. И вот мы тогда впервые, 16 января, встретились как раз вот на этой теме и говорили об этом. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире в сети Интернет. Нас можно смотреть в наших группах, которые называются Планета Сервис, в Одноклассниках и в сети ВКонтакте, а также на нашем медиапортале регион04.онлайн. И вот я не напрасно вспомнил о конкурсе Биркюн. Кстати, я приношу искренние извинения организаторам этого конкурса, всем участникам и тем, кто связан с конкурсом. Я, несмотря на то, что вот нередко веду такие программы и в прямом эфире в том числе, почему-то предыдущая запись, она вызвала у меня искреннее волнение такое. Я совершил ошибку в названии конкурса. Конкурс называется Биркюн под одним солнцем. Я сказал под одним небом. Прошу извинить. Так вот, напоминаю, что конкурс и голосование будет продолжаться до 15 февраля. Мы должны все вместе поддержать Республику Алтай в лице Мергена Тельденова и проголосовать. Голосовать можно очень просто. Нужно отправить смс-ку, в которой набрать шоу пробел 5 на номер 5577. Ну, а теперь и, собственно говоря, главное, что в группе поддержки Мергена, уважаемые зрители, вы имеете возможность сейчас в комментариях задавать свои вопросы. Мы будем стараться на них отвечать, пока мы вот работаем в прямом эфире. Воспользуйтесь этой такой вот возможностью. А сейчас у меня вопрос Мерген и Эмиль к вам. Понятное дело, мы говорили о Кайчи, мы говорили вот об этом направлении можно говорить культуры, а можно говорить жизни человека, да? А что вас связывает с Виталием? Кайчи и спорт. Ну, вот я расскажу про Кай. Я думаю, вот в студии мы не зря собрались здесь, вот с вами сидит наша гордость. Да. Виталий, я думаю, это неспроста, потому что сидит в середине двух Кайчистов. А Кай, это, я думаю, Кай, это дух. Батыров, дух, это жизнь, традиция нашего народа, это Кай. И Илю Кай, это вот, мы вот назвали Илю Кай, это, я думаю, тоже неспроста, Илю, это дух, дух сказительского искусства. И у нас вот в каждом эпических сказаниях там говорится про Батыров, да, про Батыров, про Куреш, про борьбу. Я вот говорю, вот с Виталием не зря мы общаемся. Это, я думаю, у него есть дух, вот это Батыра. И это все оттуда идет. И мы вот, наша задача, что у Кайчистов это мы хотим оживить, оживить Кай, Илю Кай. И там это у нас в эпических сказаниях жизнь народа там все написано, там традиции, обычаи. И вот у нас вот республики мы делаем хрустай сказителей, и мы хотим вот эту хрустай оживить тоже. Хотим вот с лошадьми тоже. Мы вот хотим сами вот работать тоже скотоводами, табунщиками. Хотим работать вот кто занимается лошадьми тоже. Вот это тоже там все это Духая это. И вот борцы у нашей республики. Всем охота, конечно, вот этот Ай оживить. там батыры, скотоводы, вот эти кто занимается лошадьми. Я думаю, тогда хрустай по-другому будет, да? Точно, я думаю, тогда будет Илюхай. Илюхай это дух. Наша задача просто мы хотим оживить. Восстановить. Восстановить. Правильный путь. Вот когда мы после записи предыдущей нашей программы говорили с вами, вы о многих своих планах рассказывали мне, и в том числе вы говорили о том, что вы хотели бы какое-то совместное мероприятие организовать со спортсменами, с ребятами, с борцами. Можно как-то об этом? Мы планируем этот год, сделаем, главное есть с кем работать. И мы хотим куреш вместе совместить с кайчистами. Вот когда звучит эпос про богатырей и здесь выходят борцы, они друг друга не должны знать, кто с кем борется. Кыжуга есть? Через Кыжуга они выходят и открывают Кыжуга. И борцы только там они друг другу. А это самые истории у нас как раз Виталий сам с родом как с Ябагана наш знаменитый богатырь современный это Ирбизек был. Ирбизека как раз там написано когда он боролся с Монголией приезжали борцы с Монголией они выходили через Кыжуга. И вот мы хотим тоже это все возродить и хотим с Каем борцом борцами еще скачки нам не хватает конечно скачки и все это мы хотим оживить. Мерген у нас сегодня ничего еще не говорил. Дополните? Не скажу. Конечно знаете когда вот ну если услышав историю Италия конечно когда он стал чемпионом мира стал чемпионом мира и когда мы ездили тоже очень много ездим так же знаете вот есть вот есть да сказать да сказители да Хачилар по всему миру ездит и прославляет свой Алтай да и со счет нас тоже очень хорошо знает Алтай что такое мы духовные носители вот это культурно получается а именно богатырские силу богатырские силу конечно прославляет именно спортсмены как Виталий и другие спортсмены наши минитые вот и куда приедешь говоришь знаете все такие хвастаются ооо говорит у нас такой чемпион такой есть там многие говорят у нас такой такой хвастается хвастается да а знаете вот это все услышав мы тоже можем сказать понимаете ребята не только у вас чемпион у нас есть чемпион мира по самбо да вот ну конечно сегодняшний сегодняшний я конечно у нас питали первый да вот чемпион мира конечно мы хотим чтобы было еще много много чемпионов молодых и других чемпионов и на прославляем нашу которые прославляют нашу республику мы конечно успех желаем а вот именно знаете вот сегодняшний наш такой сюжет она конечно как прочь качи качи и качи алтай говорят качи то есть есть борец они соемосвязь у них очень есть очень большой слову чем еще такими сказал да есть и скачках есть да вот сказали когда рассказываешь есть там такие места по сюжету есть такие места именно богатыри борются за свой алтай да вот за свой алтай чтобы не отдать там допустим злым да вот врагам своим да чтобы своего алтай поднять именно борется вот такая борьба есть именно нас с борцами связывает качистов и борцов связывает именно героический эпос да вот героический эпос также может гордостью также говорить наши борцы с волью алтай да да что связано с хайем есть эпос качу с чак нас связывает они могут это говорить да потому что она была нашим сказителем она сказана понимаете она не зря не придумана да она которая была в народе сказано так вот и конечно то что имя сказал там ку-же ку-же это не 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 видели прячут да и потом только когда дай 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 получается дяди начинает либо руках держит камчэ камчэ либо держит ружье да и вот так благословляю открывает и только тогда невесту видят народ и вот здесь то же самое но борцы знаете идут их кужага закрывали и шли они там вот эпозах но она и при жизни была в эпозах и исторический момент до этого вот именно такая была у нас именно так приводили борцов и там через благословение слова через тягар открывались и только видели два борца друг друга видели уже непосредственно перед схваткой сейчас ты друг друга все знают сразу перед фактом ставили тут аж дать видеть знает а сейчас он будет у меня он будет а тут не знает кто кто ко мне придет и тут представляет открывает большой здоровье маленький дает зрели чем еще нет моменты ну конечно мы ну конечно у нас планах есть планах есть в этом году именно сделать такой вот это уже возрождение возрождение истории возрождение именно нашей борьбы алтайской культуры культуры и это хотим совместить да это знаете когда вот именно два богатрия уже нету там допустим дьян арчалар да даже благотворительные песни дьян арбузам они уже благословение идет когда богатыри приведет уже а там артыш да артыш благословительное что такое есть растение и алхэш у нас есть люди такие именно алхэш и на году такое событие есть свои дьяна рада есть алхэш слова есть отчаять от злых духа все ощущает потом как только вот сюжет корлового пинет едва борца до борется вот этот сюжет хачек сказительный счет говорит вот и кушак открылся и вот народ увидел борцов богатыри вот 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 этот сказанное сказание и посадка сказания вот она была и да но уже да вот несколько лет назад у вас вот так проводили были но она уже забыта понимаете забыто да да она забыта уже и немножко да у нас все равно видите в культуре у нас свои спорте и культурно своя была вот да вот направление именно борьбы именно вот и исполнение горлового пения да обвиняет объединяет когда бить вот именно вот это обвиняет понимаете и вот наш задать сегодня конечно именно чтоб наши борцы мы качала качала им говорим да у да да очень приятно очень приятно когда вот ездишь да вот очень стяжешься с борцами монголит вода вот борис того перед тобой сидеть да и 1 ты хочешь поешь его раз свой инструмент вытащим или твой ну когда инструмент свой инструмент дал на свой лак построил не начал горловой фигуре как у сидишь ему были на приятно понимать и гордость вот так вперед и конечно вот то же самое на просто перестали давать питание так работает такой что загруженный да просто вот если только представить да у него до дома душу висит он такой вошел через хотя пусть все качала нам у него там обратно а вот как по и так далее такой он может быть воспитал у вас прямое перри в этот раз до обои сказали вот это будет полная то пример будет дальше молодого поколения да вот то что скажет именно привлечь привлечь и наших молодежь и к той же сна занимается да вот подписан делами ну так ходит тогда вот именно такие люди когда поют коровое пение еще спортсмен потом спортсмену петь это знать какой интерес от молодежи да я не буду стремиться к этому конечно конечно вот так стремится ну и вот у нас еще скачки там везде из лошади до скажут через скачку все играет да через скач играет там да мы тоже хотим именно которые до этого были и скачки это тоже возродить именно связано каем но вот это все что сопровождало каем понимаете нет не знаю но мои не так это не мнение даже это уже давно написано и так оно должно быть по идее это не нам это не это как бы она не просто возродить это же не просто так раньше и это тоже не дураки были на самом деле это очень мудрые люди это записали очень умные и они не просто так тоже придумывали это уже было уже она уже было уже исполнено уже какие-то ну в быту в жизни уже проводилось это и она видать это это на пасах и отражено по по сути да она уже была плюсом она если было минусами и написали будьте более в пасах как бы тут она уже все написано вот только возьми и возроди и все она дальше пойдет и я считаю это но это не минус это большой плюс тем более вот я представляю как бы но и борюсь тоже по национальным видам тоже вот и лаин идет даже это не только даже интрига сохраняется не только для спортсменов это для нескольких тысяч тысяч людей которые сидят люди наблюдая борьбу вот прикиньте картинку да вот ковер да ну примерно условный и вот гора допустим вот несколько тысяч людей ну которые наблюдают и идут они вот закрытые посмены и на тоже это интрига и тут раз разрывается тут такое здесь вот такое как бы ну примерно или наравне а если наравне то кто именно тоже интрига же правильно это живот не просто так это же делали люди там не глупые были там написали как бы вот я считаю что это правильно и тоже поддерживаю как бы тем более это надо делать это что вот так вот так связывает конечно спорта но у меня меня-то с ними связываешь то что вообще еще я гру я с я бы я не постоянно как бы был на все как все каникулы летний и жил даже было и вот игру что даже мы получается я через мамину с маминой с маминой страны можно сказать родственник родственника калкину алексея калкина как бы вот и я помню с детства его и знал что очень сильно был а еще пел очень хорошо да вот я богам села это место вот историческая там вот история вот наш богатырь вот ирбизек там жил тоже и наш сказитель великий алексей григорьевич калкин тоже там жил и даже вот даже история история есть ябаган ирдина анданган дертрене у нас вот аргмак вот здесь иртыша он вроде бы короче батырба нет армак армак да и он не мог остановиться он остановился ябагань говорят тоже тоже история богатая да и там даже доказывает тут нынешние у нас от богатыри батарею курешчилер тоже вот все чемпионы тоже россии чемпионы мира вот метали сидит валера суроноков это как-то все объединяет я думаю как-то все дух а я идет там как мы уже говорили случайности не было да 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 вот еще тем более когда я вот первый когда в первый раз проходили как бы кстати не в память а как бы праздник ребезека 1 1 1 самый это я тогда мне было по-моему 10 лет я помню при этом и борьба была и горловое пение было и это все помню по-моему даже нет нет я тогда не боролся перепутал то это все видел и мне это так понравилось и мне в душу зашло но вот тоже не зря получается эти когда и тем более в ябагане постоянно был и там ну как любой любой деревне борьба она тем более у алтайского народа это в крови у всех как говорит как говорится в утробе все матерей в душу более боли отсидеть так что вот как было так тем более то есть сейчас говорить о подробностях вот ваших этих задумок пока еще рановато да нет но у нас но будет точно будет точно будет рановато не говорим мы мы говорим она будет всему свое время да всему свое время но мы это возродим именно сообщать друг другу да вот именно качалар и куришлер да вот все равно будем смотреть как но нынче уже будем пробовать нынче будем пробовать да давайте о планах поговорим чуть попозже у нас вот вопросики появляются я хочу напомнить нашим зрителям кто нас смотрит мы сегодня записываем очередной выпуск программы гость в студии но впервые в истории этой программы ведем параллельно прямую трансляцию в сети интернет в группах планета сервис сети социальной сети в контакте в одноклассниках наши группы так и называется планета сервис а также на нашем медиапортале региону 4 . онлайн и в группе поддержки мергена тельденова есть возможность задать вопросы и мы на них попытаемся ответить вот два вопроса поступило так написано здравствуйте вопрос мергена 1 и 2 декабря прошел фестиваль конкурс национальном театре мы с удовольствием посетили данное мероприятие хотелось бы узнать будет ли данное мероприятие традиционным и 2 вопрос какую работу вы ведете по развитию вашего оркестра национальных инструментов спасибо за ответ удачи вам спасибо за вопрос да конечно с моим постараемся да вот по прошлой эфире мы говорили вот это тоже скажем 1 2 декабря до действительно состоялся очень грандиозный такой фестиваль тела уже это на этом фестивале не профессиональные музыканты были а народ народ был просто обыкновенный народ человек до который может там пости обезда коров вот вот этот человек который мог прийти просто вот так да на своем национальном театре да вот спеть песенки омаре показать да вот и вот этим конечно нас именно вот это записывали сперва да и вот почему от этого весело провели и сперва конечно на памяти на прессарма в чумане проводили нашего легендарного друга наши тоже спасителя но конечно еще конечно вторая причина это чтобы сохранить сохранить это традиционное исполнение у нас 10 районов да и у всех разные мотивы и внутри районах есть села и там тоже разные мотивы вот именно это мистивале 162 участника было и и они все разные понимаете вот народ пришли свою культуру на пиво показали ему это все записали и сохранили для туда предыдущего да а то что она будет традиционным да да мы на министерство культуры республика алтай разговаривали и над этим вопросом и да я думаю что именно вот это направление оно должно быть отдельным должен отдельным должна проводиться ежегодно да вот ежегодно и чтоб наши тоже а кстати там еще дети были вот дети приходили тоже смотрели и от этой фестивале получали именно свою традиционную культуру свою и тебе но положить да вот в голову и уже дальнейшем передавать такие исполнения были вот именно для этого делается я думаю до следующий год мы проведем фестиваль тебя уже если уж уже куда-то да вот и проведем ну смысл культура ма говорили и ну думаю будет это что года ну хорошо пока не называем ни даты явки и пароли не знаем да совершенно точно можно говорить о том что в планах у вас это и и это будет ну даже вот именно конечно вот традиционный да вот это традиционный фестиваль традиционный соль и культура да конечно это очень но именно с нашей стороны да вот и организаторов конечно большое спасибо и очень большое уважение наши конечно министр культура антародоновой ольги времени но то что она именно вот эту инициативу поддержала как получается человек который делайте пошла на встречу до бафа на встречу и и буду буду готовить всем говорит вашим дальнейшим действиям помогать и поддерживать вот и одень и благодарность конечно а вот начнет оркестра но у нас национальный оркестр ну если пример поставить да допустим есть соседних регионах того в 2 2 есть национальный оркестр это очень ну так и знаете пример пример да да а вот этот национальный оркестр она должно быть республика алтая обязательно должно быть почему именно там все спецы с высшими образованиями все с высшими образованиями именно некоторые там кто-то получила пока не да а именно инструменталисты которые закончили абаканским музыкальных колледжей абаканский институт культуры вот они там все образование все высшими которые нынче вот сейчас на данный момент преподают музыкальных школах республики да да Да, оно должно быть. Ну, конечно, у нас оркестр, она собрана, да, от всех республики, от всех районов мы собрали. Но это не помеха. Это не помеха. Мы ноту пишем, партитуру пишем и друг друга рассылаем. Сейчас, конечно, у нас есть WhatsApp, есть у нас электронная почта. Мы через это все рассылаем его и партию учим. Партию учим. И мы уже разыграны, ребята. Да, мы приходим на сцену, ну, да, за 10 дней, да, за 10 дней, может, до нашего концерта, или за неделю приходим, и уже по нотам, уже разыгранные, по партиям раскидываем, и дирижер, и вот мы разыгрались. Для музыкантов такого уровня, в общем-то, это не составляет особого... Да, да, поэтому именно, вот, мне хочу, конечно, сказать, что тот народ не думал, что мы как-то самодеятельные. Мы не самодеятельные, и это оркестр, но не есть профессиональный оркестр, профессиональный оркестр именно, который все по нотам, все по законам музыки делается. Да, именно такое у нас все, все шансы, да, вот, все, все есть. И, знаете, вот, национальный оркестр будет существовать, и это еще одна будет стимул. Стимул будет наших детей попасть, солировать на этот оркестр, это будет мечта. Мечта нашего молодежи, который, да, вот, расчет, вот, это правильная тоже позиция. А насчет, что для этого делается, конечно, сейчас у нас идут переговоры, да, у нас идут переговоры, да, на правительстве и Илхруста, да, что, министерство культуры, что, ну, приобрести инструменты, инструменты, национальные костюмы, чтобы, когда мы на сцене играли, не все разные цветные, как радуга цвета была, да, а чтобы было именно наше вот национальное, в одном тонах, чтобы было инструменты, все, для этого все делается, разговариваем. Я думаю, в ближайшем, ну, сейчас вот именно такая организация идет у нас в оркестре, и, конечно, мы помимо будем, планируем концерты тоже, помимо концертов планируем. Сейчас тоже новые пьесы расписали в ноты, друг друга сослали, уже они учат уже, да, уже все выучили, вот, которые республика Алтай, у него очень сильно музыканты, ну, это есть объединение наших молодых талантов, и это национальный оркестр, понимаете, это гордость, гордость республики Алтай, он будет всегда, будет, потому что куда-нибудь поедешь, всегда национальный оркестр сыграет, да, вот, это очень мощно будет, там культура, там джангар, там все, все-все там будет сыграно и играно, понимаете. И, ну, надеюсь, в ближайшем будущем мы, у нас все будет хорошо, у нас правительство, министерство культуры и все, которые, органы, сможет нас поддержать и поддержит. Вот. И мы будем сопричить такой же, таким же регионом, как Тува, Бурятия, Якутия. Да, вот, вот именно, есть там, вы знаете, по оркестру у нас друзья есть, друзья есть, которые сейчас 28 апреля, 28 апреля пройдет у них 15 лет национальному оркестру, 15 лет национальному оркестру будет, и вот именно, да, и вот там Аяна, который дирижер, да, вот, и директор, и великий, там, ихнисходитель, Хачи Хумейжи, Хумейжи, это Андрей Монг, сейчас художник-ководчик, да, вот сейчас, ну, они приглашают нас принять участие именно на этом мероприятии, да, и, конечно же, мы у них тоже смотрим, и у них тоже будем, как, как оркестр, у них, знаете, 15 лет, а мы уже молодой, молодой, и будем набираться опыта, смотреть, и совместно сотрудничать, ну, может быть, так и оно будет, что мы, представляете, два национальных оркестра, Республика Алтайя, и в будущем, наверное, сделаем концерт большой, да, просто представьте, да, Тулинский национальный оркестр и Алтайский национальный оркестр, соединить две разные культуры, и концерт показать, это тоже очень, вот наши цели в будущем такие, сотрудничество, мы Качилар, и Качилар, мы Диаршилар, инструменталисты, мы, знаете, вот, именно, всегда будем сотрудничать с любым предложением с разных регионов, да, и даже будет со стороны спортсменов, с наших спортсменов, да, или с других регионов, когда, может, предложение появится, мы только будем рады этому, будем сотрудничать, укреплять наши отношения к работе. У нас Ай-Чисов, как говорят, океан слов, да, у нас океан планов, да. Да, у нас океан планов, да. Это радует. Знаете, мы общаемся уже почти 50 минут, даже чуть больше, надо потихонечку завершать. Давайте так вот, что осталось, на Ваш взгляд, важного, может быть, недосказанного, давайте мы в завершение скажем, Эмиль, пожалуйста. В завершение я просто хочу, вот, кто у нас смотрит, надо поддержать Мергена Тельденова, который вот, который идет в Якутии, это нам очень надо, вот, чтобы с республики, и такой вот престижный фестиваль идет, конкурс, надо, главное, поддержку, поддержать надо нам. И здесь вот единство. Надо объединить усилия. Виталий, пожалуйста. Согласен с Эмилем, надо поддержать, потому что это очень сильный всероссийский конкурс, где, как говорится, шансы есть большие, тем более, не буду хвалить, но похвалю, талантливый на самом деле, человек молодой, перспективный, если там все получится, это же, там на самом деле это же не ради денег, а ради своего творческого, своего внутреннего бытия, чтобы в дальнейшем у него шоу будет, как бы, опыт, что получится, получается. И моральную устойчивость, и психологическую, тем более. И, как бы, я думаю, что нам надо всем объединиться и показать, что мы республика Алтай, мы единый целый, и мы должны, влези всех тюркских республик, мы должны быть первыми. Понятно, что мы малочисленные, но мы, как говорится, маленькие, да удаленькие. Так что нам надо объединиться и поддержать Миргена. Там, причем, даже, по-моему, два раза можно, да, если я вас катулей? Хоть сколько. Хоть сколько. Ограничения. Ну, тем более. От желаний. Вот, и, как бы, а, можно еще добавить, большое спасибо сказать, что... Я даже забыл это, то ли от волнения, то ли много смеялся, хаталан. Большое хочу спасибо сказать. Как бы, тренеров-то я назвал, а кто именно, то им фамилия имеет, не сказал это. Откунов Сергей Юрьевич и Чеченов Роман Романович, им большое спасибо, что верили в меня, и все в свое, как бы, воспитание, или, как бы, это, как бы, веру свою, как бы, меня вложили, верили до конца. И мы, на самом деле, с ними очень много пережили, и много историй, много-много, я могу и на это на три часа рассказывать, или даже, может... Я думаю, что у нас будет еще возможность об этом поговорить. Вот, им большое спасибо, и большую тоже благодарность хочу выразить Родину Борисовичу Бугачакову, нынешнему депутату Государственной Думы, тоже очень всегда поддерживает спорт. Он сам спортсмен, и в футбол бегает, и в волейбол, и, как бы, ему большое спасибо за то, что он поддерживает спорт, и спортсменов поддерживает, как бы, в Республике Алтай. Спасибо. Евгений, пожалуйста. Да, вот, знаете, у нас, то, что вы, Республика Алтай, даёте, да, вот, такой возможность, Юрий Викторович, даёте возможность нам, вот, именно, с обращением прямым, да, вот, своему народу, своему Алтайскому народу, и не только, да, вот, всем жителям Республики Алтай. Знаете, я вот хотел сказать такое, мы, конечно, цельнонаправленно, конечно, не только думаем, чтобы конкретно развивать Алтайскую культуру, да, у нас ещё есть такой, знаете, план, возрождать руссконародные частушки, и алтайские народные частушки. У Северного, какое-то объединение. Мы фестиваль сделаем, мы сделаем фестиваль, вот, Илюгай, да, и вот, у нас, как говорится, общественная организация, да, вот, Илюгай, и у нас президент Ильдеркшев, да, вот, является, и вот, именно мы будем сотрудничать именно с русским нацелением, да, народом, именно, вот, возродить какой-то, знаете, такой совместный русско-алтайский частушки. Это будет очень, очень интересно и очень востребованно. Это будет очень интересно, я уже представлю, как это... Да, да, мы от этого тоже добьёмся, как говорится, мы слова, ведь воздух не кидаем, мы всегда своего добиваемся, и своим делом мы вот всё это доказываем. И, заодно, насчёт вот конкурса Биркюн, конечно, вот мне в адрес народ Алтая, вот там народ, да, вот, республика Алтай, и не только по пределам, очень, да, много пишут, там, такие благопожелания пишут, да, что потом... Не такой, знаешь, чтобы, там, победить, там, вот это, победи, там, вот, лучшие... Нет, не так, а именно, знаете, вот такое народное своё, знаете, благопожелание, ну, знаете, душу свою, так пишут, вот, и на... За это... Это моральная поддержка от народа, это... За это огромное спасибо, очень большое огромное спасибо. И народу, всем, ну, которые меня поддерживают, да, и республика Алтай, и союза пределами, друзья, и, там, могут быть, да, их друзья, все, кто меня поддерживает, очень огромное спасибо вам, и низкий блокон. И, конечно, есть, которые, вот, именно, когда вот конкурс начинался, конечно, я тоже хочу сказать спасибо, конечно. Вот видите, это всё затраты, да, вот, идут затраты, там, деньги, там, костюмы, дальше, и то же самое. У нас есть друг, друг есть у нас, Елбаков Андрей, да, вот, бизнесмен, и он же депутат, да, вот, именно, поэтому... Костюмом, да, вот, очень сильно помог шить, конечно, вот, отдельные, такой вот, огромная благодарность тоже. И... Юрий Вильтель Шпам, что такую поддержку тоже поддержали, именно, прямой эфир такой сделали нам. Конечно, это волнительно, когда говоришь, поэтому огромное спасибо всем, кто меня поддерживает, и до сих пор, и верит. Но, если мы, как один кулак, будем вместе идти, и один цель будет, мы этому цели придём. А пиркуин, конкурс пиркуин, это как, знаете, как получится, так получится. Поиграем, хорошо, и выиграем, тоже хорошо. Я должен отметить, что в любом случае, я согласен, мы вот обсуждали в кулуарах эту историю, что этот конкурс, он первый, и в нём участвуют пока только 11 регионов из России. Но масштабы и перспективы очень серьёзные, насколько мне известно, уже сейчас очень вплотную обсуждается перспектива проведения следующего конкурса, и там уже он будет не только межрегиональным, внутрироссийским, но и международным, и количество участников просто увеличится в разы. Это будет, скорее всего, очень серьёзный такой конкурс. А первыми участниками вы останетесь. Вы не пойдёте в историю, как первые участники этого конкурса. Но бороться надо. Бороться будем. В честь Алтая, конечно, будем защищать. Это, знаете, то же самое, как спортсмены выходят на ринг, в козор выходят. Да, они вот чувствуют именно со стороны богатырской силы вот так себя показывает. Ну, Алтай, да, защищает именно. Он, если бы, ну, по моим мышлением, да, если он выходит, допустим, спортсмен, да, Виталия, да, неважно, а из чьи, да, музыкант выходит, он защищает. Он не себя прославляет, он своим победами, своим вот этим культурой, достижением прославляет именно свой народ. Конечно, именно отдельно спаселся и нашим именитым спортсменам, конечно, вот у нас Уроноков, Валера Аймельгенов-Конов, да, вот, Виталий Уин, Покрасов, Омар. Жирничанов. Да, вот, у нас молодой тоже вот здесь, Надежда, да, вот, чемпионат Родионов ПТ, Кююков, Эльбек, да, вот, Родионов с Ханаком. Вот, вот, таким ребятам, конечно, мы тоже желаем побед, успехов, и самое главное, они в душе, в душе, вы знаете, они богатыри эпоса. Прежде чем мы завершим программу, я прочитаю, несколько еще комментариев пришло. Ребята, желаем вам развиваться, не равняться на других, и создать свой особенный коллектив. Удачи вам. Далее. Мергену, желаем только победы, ждем на сцене после конкурса. Так, и еще. Виталий, ты все доказал, настоящий мужчина. Спасибо. Да, я должен лишь только напомнить, что у нас сегодня в студии были знаменитые кайчи Республики Алтай, Мерген Тельденов и Милтеркишев, и мастер спорта России, заслуженный мастер спорта России, чемпион мира по самбо, Виталий Уин. Друзья, я хочу верить, что мы уже друзья, и будем далее так. Благодарю вас искренне за то, что вы пришли, и хочу верить, что мы будем встречаться и далее. Планов громадье, искренне желаю исполнения всего, пусть все будет хорошо. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Благодарю искренне всех, кто нас смотрел. Всем всего самого доброго. До свидания. Это была программа «Гость в студии». Меня зовут Юрий Ильиних. До свидания. До свидания.